Девчонки, всем привет! Начну свой влог с отзыва на гель-лаки, гели торговой марки Опция. Как многие, может, постоянные зрительницы уже знают, что у меня пошла аллергия на гель-лаки с Алиэкспресс. Я долго мучилась, потом на год забросила на время беременности, я ничего не делала. Думаю, ну, может, потом сделала гипоаллергенами, и аллергии не будет. Решилась я сделать себе покрытие, записалась в салон к мастеру. Как мне мастер сказала, у нее гипоаллергенные материалы. Я нашла два мастера, которые работают гель-лаками Опция, которые я хотела попробовать, и работают совсем другой какой-то фирмой. Я не помню название, но я вот повелась на картинку, повелась на ее работу, она действительно хорошо делает покрытие. И пошла к этой девушке, у которой совсем другая фирма. Но вот жалею, что нужно было пойти к мастеру, у которой Опция, но у нее немножко похуже были работы, поэтому я не стала туда идти. Ну, итог. Мне сделали другой фирмой, как она сказала, это гипоаллергенная. И у меня пошла буквально через 5 часов после покрытия аллергия, начался снова жуткий зуд, волдыри эти начали появляться. Сразу же я спасалась таблетками Супрастин и мажу ручки я кремом Акридерм, называется. Очень хороший крем, отлично он помогает. Вот такой вот крем. Он снимает зуд, вот такие, знаете, аллергические все симптомы. Так, ну, в общем, пролечилась я и решила все-таки заказать на официальном сайте опция пробники гель-лаков. Эти пробники стоят у них на сайте 250 рублей, 300 рублей доставка и 50 рублей с вас возьмут налог на почте. В общем, эти пробники мне обошлись 600 рублей, но на сайте у них написано всего лишь 10 пробников, а по факту мне пришло 12 пробников и положили одну наклеечку для наращивания в подарок. Ну, теперь будем говорить отзыв, да, мне пришли гель-лаки, я починила один палец вот этот большой, потому что он был у меня треснутый. Сделала я его базой, камуфлирующей базой и финиш-гель. Обезжиривала и наносила перед этим праймер. Праймер, кстати, у меня китайский был, да, вот такая вот я. Только вот мучилась от аллергии на китайские гель-лаки, но праймер наносится всего лишь на кончик, на кожу он совсем не попадает. Ну, ладно, в общем, сделала я один палец, никакого там эффекта аллергии не было, ничего я не чувствовала. Ну, и что вы думаете, на следующий день я решила сделать себе ноготки, тоже этими же материалами. Обезжириватель, праймер, база, камуфлирующая база и финиш. На ногах у меня держится до сих пор, я уже хожу, наверное, вторую неделю с этим покрытием. И вот, когда я сделала себе покрытие на ножках, у меня вот большой палец слез полностью пластинкой покрытия. Я села заново переделывать и уже нанесла обезжириватель, праймер, база и нанесла биогель. Тон 2 у меня. Биогель держался хорошо. Цвет я не наносила, просто вот такой натуральный ноготь был. Продержалось покрытие у меня примерно где-то 4 дня, и оно бы, наверное, еще держалось. Но я решила сделать себе вот такой вот амбре, так скажем, амбре градиент, правильно, в маникюре. Градиент, конечно же, у меня он не супер-бупер получился. Я наносила обезжириватель, праймер, белый гель, моделирующий вот такой вот белый гель. Потом я сверху наносила биогель, вот натуральный, который идет. Я так пыталась сделать более плавно, кисточкой все сравнивала. Я сделала только вот эту левую руку. На левой руке у меня это покрытие продержалось 3 дня. На третий день я сделала себе правую руку, потому что у меня не хватало времени, детишки отвлекали. Вот через 3 дня на третий день я сделала себе вторую руку. И что вы думаете, вечером я пошла в душ, такой горячий душ приняла. Встаю, выхожу, вернее, встаю, говорю, выхожу с душа. И просто смотрю, у меня начали просто все вот так ногти отлетать пластинками. Просто все вот так с кончиков скалывались. Вот как этот, допустим, только здесь просто кончик оторвался. А эти, видите, полностью целиком все отлазили, отламывались. Я расстроилась. Думаю, нет, так не пойдет. Это уже было поздно, 11 часов вечера, наверное, где-то даже в 12 час. Я села и я делала до 2 часов ночи вот это покрытие, которое тоже не продержалось 2 дня. Здесь у меня обезжириватель. Обезжириваю я спиртом. Праймер я не наносила. Нанесла просто 2 слоя базы, 2 слоя акригеля и слой финиша. Итог тоже. На следующий день у меня оторвался ноготь. Вот видите, 3 ногтя у меня еще вот держатся. А вот мизинец и здесь вот кончики вот отслоились. Дальше не отслаиваться, чисто кончики отошли. На второй руке, на правой у меня полностью все отошло. Ну как, тоже кончики на всех пальцах вот так отошли. Сейчас я это покрытие сниму, недельку отдохну и потом буду все равно тестировать, пробовать, чтобы на мне держалось. Так, еще вот такой момент, что аллергия у меня все-таки пошла. Когда я покрыла вот это покрытие, у меня только был такой, знаете, легкий дискомфорт на пальчиках. Ничего, в принципе, не чесалось, в алдаре никаких не было, просто такой, знаете, легкий неприятный эффект в пальцах. Вот, как будто что-то тебе мешает. Когда я уже покрыла вот это покрытие акригелем, у меня к вечеру тоже начался прям такой, знаете, неприятный, такой легкий зуд, что ли. Так уж сильно ничего не чесалось, но бывало, там я пару раз так почесывала пальцы. К утру это намного все сильнее стало. Я пила таблетки, мажу кремом до сих пор. И вот скажу, что с этим покрытием неприятный эффект держался два дня. И с этим покрытием тоже вот буквально два дня вот этот зуд немножко подержался, и все, и он прошел. Как можно сказать, как таковой аллергии нет. Нет такого эффекта, когда я просто раздирала свои пальцы, настолько они чесались. Вот здесь вот появляются точки, волдыри. Сейчас этого нет, просто такой зуд легкий. Но намного это лучше, чем у меня просто волдыри были. Как бы можно сказать, практически аллергии нет, потому что два дня она держится вот такая легкая и сходит на нет. Сейчас вот уже третий день. Это покрытие у меня на ногтях. Сейчас я его сниму, пусть ручки немножко отдохнут. Ну как бы сейчас у меня ничего не чешется, но для профилактики я все-таки пью таблетки и мажу кремом руки. Что у нас входит в этот набор с 250 рублей? Это базовый гель каучуковый, финиш гель каучуковый, гель-лак номер 18. Они, я так понимаю, этот гель-лак добавляют всем в пробники. Я писала совсем другой оттенок, но они положили мне вот этот, видите, такой фиолетовый цвет. Коробочки, вот эти баночки неудобные, они все перемотаны скотчем, все банки липкие, неудобно открывать. Лучше бы они сделали баночки с закрутками. Три камуфлирующих геля, два самовыравнивающих и густой. Гель-моделирующий, биогель, акригель, прозрачный, средний вязкости, белый для дизайна и белый моделирующий. В общем, недельку отдохну и хочу сделать биогель без праймера, без базы, потому что вот это все покрытие слазит вместе с базой. Попробую только гель, в общем, вернее, биогель только нанести на ногти и, как многие написали, чуть-чуть нарастить кончик, буквально на один миллиметр, чтобы не сам торец ногтя стачивался, а искусственный материал гель. В общем, буду тестировать, пробую, девчонки, что у меня получится, как дойду к успеху, все-таки оно должно держаться, некоторые девочки по три, по четыре недели носят. В общем, буду тестировать и как получу хороший эффект, результат я обязательно во влогах своих расскажу. Ну, на данный момент, пока, в общем, вот такая ситуация, все слазит. У нас 10 утра, мы завтракаем, кто-то лежит там, улыбается, да, молочка попил, поел, уже ему хорошо и весело. Так, Кирюшка, Марк у меня капусту ест, как всегда у нас тут мультики, мама говорит, все, хватит без мультиков. В итоге мультики утром не выключаются, кушаем мы с мультиками. Так, на завтрак у меня, как всегда, кофеек и 4 печенюшки взяла. У меня уже варится телятинка, там такой огроменный просто кусок, у меня уже успела избежать на плиту все. Смотрите, какой красивый кусочек, ребрышки варится. Ну, пусть у меня уже, наверное, около часа варится, пусть еще варится подольше. Вся кастрюля грязная, нужно будет вытирать потом. Я пока там Маркуху переодевала, Кирюху там сидела, кормила в той комнате, забыла. И мне все быстренько так закипело через верх, побежала плиту, нужно будет тоже мыть. В общем, будем завтракать, варить борщ. Я хотела сегодня пойти Марка подстричь, но сегодня в парикмахерской, мужская такая у нас парикмахерская, тут недалеко возле нашего дома открылась. Там стригут детей, мужчин, в общем, мальчиков стригут. Думала сегодня подстричь, потому что завтра, скорее всего, идем в садик. Я надеюсь, нас сегодня выпишут. Думала его подстричь, но девушка, которая стрижет детей, она сегодня выходная, только завтра, скорее всего. Но придется, наверное, один день нам пойти вот такими вот лохматыми, лохматыми пойти. А вечером, скорее всего, если она будет работать, запишемся и после садика пойдем подстрижемся, потому что уже прям срочно нужно стричь. Уже и воспитатель заговорила, ребенка подстригите. В город у нас не получается поехать к мастеру, к которому мы всегда ездим, потому что муж работает. Так что, в общем, сегодня без стрижки мы и потом мы с 3 до 6 нам нужно пойти к врачу и там еще по делам. Ладно, будем завтракать. Еще раз всем приятного аппетита. Варю борщ. Мясо практически сварилось. Скинула картошку, чтобы разваривалось. Я сейчас поставила жарить зажарку, лук, морковь, свекла. Достала помыть и ящик с холодильника. Марк увидел, что нет ящика, и у нас теперь там гаражик. Нашел игрушку. Давай я хоть Кирюшу, что ли, отвезу от холодильника. Так, я достала ящик помыть с овощей. Эту грязный такой уже был, натрусилась всего. Выбросила одну морковку, лежала, чуть завалялась, уже завяла. Огурец один тоже уже пропал, я его выбросила. Лучок морковки, этот укроп остался, чеснок и чуть-чуть тут помидора к черри. Так, капуста, зелень. Сейчас, девочки, хочу навести в этом ящике порядок, потому что, смотрите, тут вообще бардак просто. Хочу поменять местами, крупы поставить вот сюда, а все такие вкусняшки, печенюшки, конфетки отправить вон туда. И хочу с видного места вот убрать таблетки. У нас тут наставляются постоянно детские какие-то витамины мои. Вон там наверху мужа витамины для спины пьет. В общем, нужно поменять все местами. Крупы как-то редко пользуешься, и там места много. А здесь постоянно залазишь, все вон трусится, разваливается. Здесь хлеб, печенье. В общем, буду наводить порядок. Ну, так теперь намного лучше. Здесь все аккуратно я поставила, и все стоит. Нужно обязательно купить банки в фикс-прессе. Сейчас там металлические по 100 рублей есть, и выбросить уже наконец-то в ведра. Здесь как бы редко будем лазить. Когда я там кушать готовлю, достала то, что нужно, и все. А здесь вот по несколько раз на день мы залазим. Тут печеньки, хлеб, хлебцы, какие-то зерна рисовые, несквик, палочки для молока, вафли, сухари, семнальчи, осемочки. И там лекарство я себе составила, которое мы сейчас пьем, как бы принимаем. И смесь. В общем, все, теперь так намного лучше. Так, пока у меня доваривается борщ, я пошла быстро помою полы, и скоро нам нужно будет собираться уже сейчас, 20 минут 12-го. В 2 часа я планирую выйти из дома, потому что мне еще нужно зайти по делам. Кирюха у меня уснул. Мы уже идем по делам. Зашли в магазин конфетки, маркушки купили. И сейчас нам нужно будет на почту зайти. И потом идем в банк. Нужно заплатить за садик. А после банка с 3 часов принимает врач. Надеюсь, выписит. Кирюшка спит. Ой, фух. Я взяла снегокат, думаю, пройдусь, проверю. Все как нормально. Дороги вроде бы почищены. 10 градусов по Яндексу показывала. Но ощущается, как 16 написано. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok На один размер меньше взять А этот должен прям сюда идеально подойти В комплекте есть вот такие вот поролоновые палочки Чтобы запихивать вот так, видите? Только прям сильнее, поглубже туда запихивать Чтобы, в общем, все сгибы были видны Вот такая вот расцветка Сейчас здесь такая лампочка плохая в комнате Сгорела, хорошая Вот такая вот расцветка Ткань, девчонки, настолько приятная Тянется очень хорошо Мне очень понравился этот чехол В общем, сейчас одену на этот диван Наконец-то не будет здесь постельного Так, одела я чехол на этот диван Но его нужно прям хорошо натянуть И там под низом связать все ленточками Мне тяжело Может придет диван немножко на себя как-то поднимет А поможет мне завязать все внутри И я надеюсь, когда снизу все натянется и завяжется Вот это должно быть вот так, видите? Упасть, ну, врезаться должно Вот эти вот поролончики сюда не вставятся Ну вот, они не вставятся, они только будут вот так вылазить Поэтому нужно будет прям сильно натянуть Чтобы вот это вот натянулось, в общем Пока я так, пусть стоит А я пошла кушать И Кирюшка у меня плачет И Марк мне тут истерики делает В общем, веселуха у меня Время, девчонки, уже 5 часов вечера Муж, когда приедет домой, мы сделаем чехол, натянем И уже в следующем влоге вам покажу Мы сели кушать борщ И целый день ничего не ела Прям голодная Кусок себе говядины Ой, не говядины, это телятины на косточке С ребрышками отрезала Я люблю мясо, вот, чтобы было на косте А муж не любит А Марк у меня тоже уже половину борща съел Весь как хрюшка в борще Перед больницей тоже ел борщ Весь грязный, тут грязное Все в томате Пришлось волосы ему мыть Потому что все было в томате Зашли на почту, зашли в банк На следующий раз нужно будет просто деньги на карточку скинуть И уже через Сбербанк онлайн оплачивать И не надо туда с Кирюшкой, с Марком идти Париться в этом банке Очередь отсиживать Шли в больницу Тут площадь Елку поставили Но она еще не наряжена до конца Люди с поселка делают со своими детками поделка Новогодняя игрушка на елку В общем И вот скоро должны завесить игрушками Поделки в общем делают И мы так же можем сделать И отнести в администрацию И там нашу игрушку повесят на елке Заморачиваться не хочу Вот уже несколько лет подряд делают Ледовый вот этот двоец Ледовые фигуры, скульптуры Мы потом как-нибудь на выходных пойдем Кататься на горку Я вам обязательно все поближе поснимаю Потому что сейчас Кирилл плакал Я так быстренько прокрутила Кирюха плакал Марк на горку эту бежит кататься Встретили дочку Моей знакомой Она Тетя Люба Можно Марк со мной покататься? Я до жути боюсь этих горок ледовых Прям мне кажется Дым лоб можно разбить Ну ладно Говорю Говорю С братиком каталась А братик еще меньше Марка Да, каталась Все хорошо Не переживайте Ну ладно Говорю Давай Поднялась Посадила его Быстрее побежала Говорю Ты сиди перчать и спущусь Говорю Чтоб снять вас Ага, хорошо Пока я спустилась Смотрю А мы уже съехали Марк вставать А там скользко Как подскользнется На попу Упал Ударился Стоит Держится Что-то влог какой-то Тут включил Мультики Клацал-клацал В итоге включил Влог Так Давай Вот этот мультик А Ну в общем Три раза Он съехал Кирюха орет Тут в больницу Надо идти Я с истерикой Его забирала С этих горок Говорю Мужу потом звонил Говорю Так На выходной В ближайшие дни Берешь Пойдем кататься Говорю На горке А ты ему так понравилось А ну сколько Мы дома сидели Вы видели Какой он был Радостный Когда мы начали Одеваться на улице Мама стоит Уже возле двери И кричит Мама Мама Стоит Такой смешной Пришли в больницу Что вы думаете Ну не Ну не дура ли Вот по-другому Не назовешь Я перепутала дни Сегодня врач Вообще принимала С девяти до двенадцати А я приперлась С трех до шести Врача нет И что думаю делать Собрались-то завтра Уже в сад идти Там другой врач Принимал Говорю Ну примите Она нет У меня людей куча Вас еще тут не хватало Я уже начала Домой собираться Стою под дверью Мнусь-мнусь Мнусь-мнусь Говорю Ну там два человека Говорю Сидит Ну можно я подожду Ну хотя бы старшему Говорю Ну дайте справку В садик Говорю Первый утренник В понедельник Ребенок ничего не репетировал Хоть за два дня Пусть нагонит Ладно Хорошо Приму Ну в общем Она приняла Только нас С Маркушкой Дала ему справку С Кирюхой И завтра В общем Поедем Мы Кстати врач Начала раньше принимать Мы приперлись еще раньше Она с трех до шести работает Она начала где-то Без двадцати Принимать уже людей И мы в общем Десять минут четвертого Вот Зашли в кабинет Завтра Повезем анализ Буду ее кушать Скоро уже муж приедет Всем приятного аппетита Ну и буду с вами прощаться Такой денечек у нас получился Желаю всем хорошего настроения Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok